По Батарейной горе с картой и компасом. Порядка 200 жителей Выборгского района, Санкт-Петербурга и Приозерска приняли участие в этапе всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2019». Массовые старты подготовила Выборгская федерация спортивного ориентирования при поддержке отдела спорта районной администрации. Штаб находился на стадионе «Авангард». Каждый желающий получил карту с условными обозначениями. Главная задача – найти на Батарейной горе контрольные пункты, отметиться и добраться до финиша. Основная задача российского Азимута – это повышать массовость и знакомить население с основами ориентирования, с условными знаками и с тем, что человек не боялся находиться на незнакомой местности. И действительно, четвертый год мы проводим в Выборге уже самостоятельно и действительно это дает прирост количества людей, которые принимают участие в данных соревнованиях. В соревнованиях приняли участие школьники, студенты, воспитанники Федерации спортивного ориентирования. К старту с удовольствием присоединились отдыхающие. Настолько вид спорта оказался увлекательным. Тем более, что скорость в этом случае не главная. Искать контрольные пункты можно было прогулочным шагом, наслаждаясь живописной природой и свежим воздухом. Спортивное ориентирование – довольно уникальный вид спорта. Им может заниматься любой человек в любом возрасте. И благодаря этому виду спорта ты можешь узнать очень многое и интересное. Можно сказать, жизнь меняется кардинально благодаря этому виду спорта. Была очень интересна, очень хорошая погода и настроение отличное. Пункты стоят специально для новичков в не очень сложных местах, поэтому затруднений вообще никаких не было. В Федерации спортивного ориентирования призывают детей и взрослых вступать в ряды любителей этого вида спорта. Тренировать и физическую выносливость, и ум. Ориентирование – основной принцип – не беги быстрее, чем позволяет голова. И вот эта сбалансированность, она очень плодотворно сказывается и на сердечно-сосудистом аппарате тренирует, и в то же время мышление. Потому что каждая дистанция – это несколько десятков ситуаций, когда человек, как шахматист, принимает какое-то решение и осуществляет его. На финише все, кто прошел по дистанции российского азимута, получили памятные футболки от организаторов и дипломы участников.